Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 августа, Православная Церковь совершает память мученика Елеферия Византийского. Святой Елеферий был родом из Византии и жизнь свою блистательно украсил цветами благочестия. Воспитание он получил при царском дворе, где вскоре достиг почетного положения. В это время он превосходил всех богатством и славою, но при всем том он не увлекался земной суетою. Памятуя о нетленном и вечном, а все земное вменяя в ничто, Елеферий предпочитал быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Обращая свой внутренний умный взор к Богу, он ежедневно упражнялся в пении священных песней и украшал жизнь свою всякими добродетелями. «Невыносимо было видеть то для врага душа расстрелителя, и он внушил одному из рабов блаженного оклеветать пред царем господина своего. Раб этот, явившись к царю, донес ему. Господин мой принял крещение, соорудил церковь и, веруя в распятого, поносит царские указы. Приобрел он много священных изображений, совершает службы христианскому Богу и постом, со слезами и земными поклонами, изнуряет свое тело. Выслушав этот донос раба на господина, царь сильно разгневался и призвал к себе святого. Но когда святой явился, он, скрывая свою злобу, повел как бы мирную речь и сказал, «Елефири, как это так случилось, что ты отдалился, оставил нас и пренебрегаешь нашей любовью к придворным вообще и даже особенным к тебе моим вниманием?» На это святой ответил, «Царь, меня заставляют поступать так различные недуги тела моего». Тогда царь сказал, «Почему же ты один наслаждаешься в своем поместье благорастворенным воздухом? Нельзя ли нам посетить тебя и насладиться вместе с тобою благами загородной жизни?» Блаженный не обратил особенного внимания на эти царские слова и не придал им надлежащего значения. К вечеру он удалился в свое любимое имение и, затворившись по обычаю в отдельной комнате, предался богомыслию, а когда уснул, то во сне увидел глубокую, как бы колодец-пропасть, в которую сошел он и увидел там прекрасную церковь. Объятый трепетом от такого видения, Елефири наутро опять отправился к царю. Царь опять начал прельщать его ласковую речью, стараясь поколебать его веру во Христа. Но напрасно, потратив слова и будучи не в состоянии совратить святого, царь приказал отсечь ему голову мечом, честное же тело его бросить на съедение собакам и птицам. Так блаженный Елефири предал дух свой Богу, тело же его, брошенное в небрежение, взял некоторый священнического чина христианин и, помазав его елеем и покодив фимиамом, предал погребению в нарочитом месте. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, семи отраков и же Вайфесия, святых Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана и Иоанна, Дионисия, Иксакустодиана и Антонина. Празднуется обретение мощей праведного Алексея Бортсурманского пресвитера, преподобного мученица Евдокии Римлянани. Празднуется обретение мощей святителя Арсения Илосонского архиепископа, преподобного мученика Михаила Жука и Ромонаха, мучеников Симеона Воробьева и Дмитрия Воробьева. Совершается празднование иконе Божьей Матери Казанская-Пензенская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok